Доброе утро. У вас-то ещё ночь идёт? Доброе утро. Удро ещё ночь идёт. Не знаю, тексты тут. Смотрю, занятия. Тут вопросы такие рождаются. Сейчас сформулирую. Когда апостолы выходили учить народы, какие мучения изначально были? То есть в своём начале оно каким было, что оно вообще представляло из себя? Христос. 1.21 послание апостола Павла к Тимофею, это к филиппинцам. Для меня жизнь Христос, то есть в этом жизнь, и смерть приобретения. И они, выходя даже в мир, на арену Римского Колизея, поднимали вверх, говорит, один перст только, против 500 божеств, которые собраны были со всего мира в пантеоне Римской империи. Христос царствует один, единый Бог. То есть то, что сегодня делают мусульмане. В этом вопросе именно. Людям дознать о Христе. Они слово Христос на каждом шагу повторяли. Это мы видим во всех посланиях всех апостолов. Раб Иисуса Христа, Иуда, Иаков, Пётр, Иоанн, Павел, все одинаково начинают доказать, что я теперь принадлежу ему. Не миру. Для меня мир распят, и я для мира. И вот заходит он и видит, к памяти их стоит, что он говорит? Неведомому божеству. Неведомому. А о Христе тут не знают. Это я о нём проповедую. Вот если бы так сегодня мы это понимали, любой лозунг, вот мне это понятно было, когда я начинал беседовать, любой лозунг, какой я видел, слава КПСС, я сразу начинаю говорить, что означает слава, и второе слово уже о Христе. Я рассказываю, слышал это, когда меня вызывали в Новосибирск, из Барнаула, в школе там, где у сестры учились дети, чтобы учителя согласны, чтобы я пришёл и провёл занятия с учениками. Но они делают два-три класса в один класс, там парта на парту, там садились как... И потом, наверное, говорит уже это, а потом через коридор перехожу, другой класс. И вот завуч и говорит, я ходила с вами, все занятия, всё время делайте вступительное слово, там, о Библии. Но как всё разное, вот это, как вы это летаете? Я говорю, я захожу и смотрю на стены, портрет какой-то написан, экономика должна быть экономной. Значит, моё задание теперь вплести это слово в жизнь. Вот апостолы точно так и делали. Это делали, мы видим, и святая Татьяна, Варвара, она зашла. А что там? Баня делают, два окна. Ну ей, девчонки, то какое дело до бани? Это она в тереме сидит, но, конечно, она с сопровождающими была. А почему два? Ну, сейчас солнце и луны. Отец-то ваш такой, он верит. Неправильно это, лучше три окна, светлее будет. А почему? Во имя святой Троицы. Окна в бане, какое отношение к Троице имеют? Вот мы видим, проповедует Паисий Великий, ну, о Христе сказать. А один там неправильно проповедовал. Он ему сделал корзину, продавец, с тремя ушками. А третье-то ушко зачем? Вообще с Троицы. Ну, на корзине третье ушко с Богу-то вообще никакого отношения не имеют. Вот что значит любить Бога. И они прошли по всему миру. Это было главное для них. Дать знать, тысячелетия обетований Божьих сбылись. К евреям ли? А как известно? Ну, вот спиридон этот, он, Кисляков, с бурятами, который трудился до революции-то. И с ним поехал один еврей в Израиль-то. И вот, говорит, я, говорит, никогда не видел, чтобы так проповедовали. Солнце бьет, зашло я маленькую сторону. Вот, он видит еврея-то. Ну, на шалом. А ну, тот думает, что еврея шалом. Он не понимает, что этого шаломника он бить будет. Ну, обнимает его. Да дорогой ты, брат. Тот еще не понимает. Ты-то не знаешь, ты веришь? Нет, что Христос-то пришел в Мессия. Тот от него. Да подожди, тот обетованный Богом Мессия пришел. Да фу, там он плюет на него. Он не просто Мессия, а к нам обещанный. К нам, к евреям, к богоизбранному народу. Я, говорит, никогда не видел, чтобы так проповедовали. Вот это евреи. Вот они так и шли. Они бросили вызов всей вселенной. И казалось, им никогда не устоять. Они могли бы сказать им римский император, там, где у них там сенат заседал. Христиане что они делают? Плохого не делают. А молятся за императора? Молятся. Но жертву приносят? Никогда. А что не хватает? Давайте дадим им разрешение, чтобы статуи Христа сделали и в одну из них поставили здесь 501-е божество будет. Все. Гонений бы не было. И христианство было бы по всему миру распространено. Маленький компромисс с антихристом. Маленький хотя бы. Не пойдет. А что они говорят? Все приносящее жертвы идолам, бесам. Что бесы? Вот оттуда все началось. Казнить. Но ясное дело, они не выдержат. Вот 475 тысяч было казнено. Так подсказывают историки. И где эти божества 500? Ни одного нету. Где Христос? Христос Рыгна. Вот так мы должны все поставить. Любое изобретение, интернет, телефон, что угодно. Все для проповеди Евангелия. И вот тогда будет видно, кто мы такие. Для меня жизнь, тире, Христос. И смерть приобретение. Интересно. В латышском языке слово смерть несет приобретение. Такой интересный смысл имеет. И он ауэнэс ауглюс. А смерть несет плоды. Понимаете? Давай сейчас семи, даже восьми, экклесиас говорит. И хлебы возвратятся к тебе. То есть судный день, день смерти. Это Бог все тебе вернет. Как ты страдал, как ты мучился, как говорил, как путешествовал, как тебя били. Как за ноги выволокли тебя. Это все придет там. И он ауэнэс ауглюс. Смерть несет плоды. Вот у нас написано. Покайтесь, ибо приблизилось царство небесное. А в английском языке the hand стоит. Царство небесное под рукой. Под рукой. То есть оно приблизилось еще неизвестно. На метр или на два. А в английском языке прям под рукой. Полметра. Вот в чем весь смысл был. Проповеди. А вот в первом послании к коринфянам апостол Павел пишет. «Сие же делаем для Евангелия, чтобы быть соучастником него». То есть апостолы уже тогда предполагали быть участниками учения всего, да? Обетования евангельских. Не самой книги. А книги. Книга, в которой все эти обетования. И Павел говорит, желаю разрешиться, то есть умереть и быть со Христом несравненно лучше. Но для вас важнее, чтобы я остался пока вам нужен отвечать на вопросы и прочее. Вот в этом заключалось соучастником Евангелия быть, то есть всему написанному там. И когда говорится «приблизилось царство небесное», слово «царство небесное», я вам за то усталкует Христос. Где царь, там и царство. Христос приблизился, пришел. Вот этот фильм «Искупление» для евреев поставлен, он небольшой, видели? Когда он там прилавление делает, который печеный, это раны Христа, он все обращает. «Травы мэрор», что означает горькие страдания за него, за любимого, любящего. Быть соучастником Евангелия, всех овентования его. Понятно. А вот на сегодняшний день, допустим, учения одного, учения Христова, недостаточно было бы, да? Так, минутку, я прощу и сражаю. Они же все-таки учили народы учения Христовым. А на сегодня недостаточно было бы этого? Так оно в этом и заключалось. Дай-ка маленько подальше. Этого достаточно было? Еще? Да? Ну, вот сегодня сколько разногласий всего такого. А если бы чистое учение Христово? Да вот оно и чистое. Как мне интересно вот сейчас. Я раньше как-то особо внимания не обращал. У меня ничего не меняется. И только углубляется. Я маленькое ответвление сделаю. Вначале я, главное, упор делал на то, что на русском языке надо, чтобы понятно было для народа. А потом я стал дальше рассуждать. А почему здесь? Я понял, что богослужением заменили проповедь. И потом дальше еще проходит время. Я еще больше стал. Я понял, а кто же составил? Монахи. Значит, речь идет именно в них. Они запечатали Слово Божие. А теперь надо как-то людей удерживать. Поэтому вот такую форму дали. Считать. Никуда в сторону. Со свечей выходить. Свечки ставить. А они ничего не значат. Это абсолютно ничего свечи не значат. Это как Владимир Головин-то из Болгары говорит. Ну, это и Каскун, все говорят. Никакой мистический смысл не заложен. Достаточно того, что Христос пришел и сказать людям. Достаточно. Но потом церковь что-то примет. Но чтобы только не затемнить. Чтобы вести выше. Вот это нужно ли? Теперь я исследую дальше. Я вижу, где это. Самое сегодня главное злое. Это миссионерские отделы. И сцентрские отделы. То есть все под контроль взять. И что-то напечатать. Нужно где-то в Англию поехать. Там искру выпускать Герцену надо было Александру Ивановичу. Здесь ничего нельзя было. Чем кончилось? С полным крахом. Дайте свободу. И в этой свободе люди будут рассуждать. Будут выявлены. Ну, належит быть спором и разногласием. Павел говорит. Ни одного слова не разрешал царь. И КПСС не разрешало. Гитлер не разрешал. Эти системы обречены. Свободу совести зажали. А что нужно делать? И спросить Духа Святого. Одна фраза Серафима Старовского стоит тысячелетия монастырей. Стижание Духа Святого. Ежедневно заботиться, чтобы Дух Божий больше и больше мне доверял. Чтобы каждый палец у меня был пропитан этим. Вот его казнят. И в страте, к примеру, сказать. Палец ему рубят. Как мусульмане делают-то. И он говорит. Да будет принята жертва во имя единого вечного Бога. Второе. Это да будет во славу его двух естеств. Он Бога человек. И на каждый палец он припевает. Десять пальцев рубит. И он места Библии вплетает туда. Вот как надо жить. Ну, получается, апостолы так и жили и основали свое учение на Духе Святом. Вот Александр Анатрусенко сейчас несколько бесед ведет с Евгением Потеминым. Ну, и дает мне слушать, в общем, эти беседы. В общем, он основывает свое учение. Как бы не на Писании. Но он чтит все. Слово Божие. Но он основывает свое учение на откровениях от Духа. Вот. То есть он предлагает слушать Духа Святого. Вообще-то это правильно. Но для этого есть преграда. Можно мыслить? Шестой Вселенский Собор. Девятнадцатая правила. Ответ. Шестой Вселенский Собор. Девятнадцатая правила. Не толковать вопреки святых отцов. Для этого поставил учителями. Об этом написано к ефесянам. И написано в первом послании Коринфян 12 глава. Поставил учителей. А меня никто не ставил. А вот эти учителя. Я к их ногам сел и сижу 50 лет. У Златоуста Василия Великого. Минутич. Ну, опять же, вот различать духом. Вот он с ним беседует. Он доходит до того, что он говорит, что троекратное крещение, троекратное погружение, мыть ничто. Что есть одно крещение, это Христово крещение. То есть, потом оно о тысячелетнем царстве. Вот мне открыто, что тысячелетнее царство, оно будет. Что сатана не скован. То есть, вот, как бы, ну, есть у него вещи такие, да, вот, серьезные, проникновенные. Но в то же время, вот, они, как бы, путаются вот с такими. В общем. Вот, я хотел бы узнать, с чем он. Я еще раз говорю. Шестой Вселенский Собор. Он подтвердил то, что написал Павел. Я дальше объясняю. Вот конкретно он говорит. Я понял. Я сейчас по пунктам, которые тысячелетнее, царство и другое. Сатана не скован. Хорошо. Он не скован. Скажите, а что тогда делал Христос? Я сразу спрашиваю, а вы считали первое послание Иоанна, послание любви? Ну, да. А третья глава, восьмой стих, считали? О чем написано? Для того-то явился Сын Божий. Для того-то, это цель. Чтобы разрушить дело дьявола. Если он не разрушил, то это был не Христос. А как он разрушил, покажи. А об этом мы считаем уже в шестнадцатой главе. У Матфея говорит. Как кто может расхитить, говорит, вещи, если прежде не свяжет? Христос сходил к преисподнюю? Сходил. Вывел душу, ввел. Как бы Бог эти сосуды вытащить оттуда, если не связал? Вот и ответ. Так а что связаны? Мне рассуждать не надо. Павел рассудил. Как дети причастны плоти и крови. Евреям 2.14. То и Он, Христос, Он. Воспринял Он, и дабы смертью Своей лишить силы, имеющую державу смерти, запятая, то есть дьявола. Так смертью смерть поправ. Было или не было? Любому спрашиваю. Было. Мы это Ему докажем в течение всего лишь пяти минут. Если этим словам Писания не верить, не доказать, уже отойди. Все, там закрыто. Я вот назвал четыре места Писания, которые говорят, что Христос Его связал. А говорит, связан будет на тысячу лет. Где связан? Там началось тысячелетнее царство. Тысячелетнее царство. Почему мы спрашиваем, не было Христом помянуто ни разу? Ни разу. Не было в Ветхом Завете. А только в Откровении, в Духовной книге. Почему? Значит, о нем они говорили только в других словах. А какое? Приблизилось царство небесное. Это не пища и питье. И дальше говорится, что такое. Оно внутрь вас. Оно приблизилось. Вот это тысячелетнее царство, время евангельской проповеди. Архиепископ Андрей Кесарик и Падокийский. И вот не надо, вопреки священно святых отцов, толковать. Это истолковано. Вот тысячелетнее царство ждет. Хелиазм. Это учение осуждено церковью. Я скажу, я против. Позвольте, как я могу сказать? Я в церкви. Если он это говорит, это уже не церковное толкование. А то, которое осуждено. И моего аминь там не будет. Он связан, но он не имеет силы. Почему Павел пишет кримином 16 глава 20 стих. И сокрушить сатану под ноги ваши вскоре. Только воззови. Избавить от лука. Вот зачем мы молились-то? Нельзя избавить. А он избавит. По моей молитве он его сражает. И нам не просто надо бороться. Как Симеону было показано. Он начал бороться. Руки крест на крест сделай. И он такой огромный. Сделался, как, говорят, сноп обмолоченный. Он поднял его и грохнул. Сила креста с нами. А тогда и крест они не признают, что там сила. Убрали распятие. За этим другое клонится. Если человек бьется за субботу, вот как в 27 дня, им обязательно нужно доказать, что Христос не сходил в преисподние места. То есть он не трудился в субботу. А он был. А раз сходил, теперь им надо доказать, что ада нет. За этим цепляется что? А ада нет. Вечного мучения нет. А всего только суббота была. А суббота-то как раз и указывала на воскресенье. Покой в воскресенье Христовом. Когда начинаешь разбирать, откуда происходит заблуждение стектантов или вот это тысячелетнее царство, тогда ты понимаешь, что за этим очень многое стоит. Не просто понимание, а спасение. Если тысячелетнее царство будет когда-то, и верующая церковь не будет страдать, я окна не буду заклеивать к зиме. А церковь будет страдать, ради избранных сократятся те дни. Ради избранных. Значит, они на земле, а что сокращать, если их нет? А по-ихному церковь не войдет. Она будет восхищена. Один берется, другой оставляется. Я с этим беседовал, может быть, сотни раз в разных сектах. Абсолютно всегда, практически 100% соглашаются, когда рассказываешь. Сегодня или завтра. Это самое дохлое место у них. Игнатий Ильич, а что получается тогда? Надо будет опять людей выводить на суд, да? Души на суд надо опять из-за этого выводить. Написано так, говорит, и все предстанут на судище Христову, чтобы каждому получить соответствие на тому, что он делает, живя в жизни, доброе или худое. Второе, Коринфянам 5 глава 10 стих. Об этом говорят все святые отцы. Я беседую с сектантами и говорю, скажите, вы книгу Даниила, пророка, признаете? Ну, конечно. И написано, перед престолом почищет огненная река. Зачем она? Ни один еще мне не ответил. Ни один. За 53 года. А Ян Затус объясняет, для чего? Всем надлежит пройти по этой реке огненной. И праведник выйдет, как золото будет блестеть. И над ним написано, святой, болезненный, что там над тобой будет написано. Главное качество выделяется. А грешник выйдет, как обгорелая головня. И когда говорится, кто одну из малейших заповедей нарушит, это 6 глава Евангелия от Матфея говорит, спасется как бы из огня. Но все-таки спасется. Не спасется, то есть не уничтожится. Малейший, значит, ничтожный. И будет брошен в огонь вечный. А адвентисты говорят, он как солома сгорит, у Малахия написано. Не сгорит. Останется. Человек вечный. Подобие Божие не сгорает. А как понимать вечность? Понимать так ли, как мы понимаем, как что-то действительно бесконечно. Или как понимать, как понимал Ориген? Судный день покажет. Спорить не надо. Но церковь настаивает, чтобы мы верили, что они бесконечные. Осипова книги монахи тронули. Временный огонь создали под ними. И вот здесь так все пристанут на суд. Чтобы всему миру было явлено, кто ты был. Какой ты подходишь к реке. Какой ты выходишь. И все благодатью. Я вот беседую с любыми эритиками. Я говорю, скажите, и явится на небе знамение Сына Человеческого. Что это такое? Христос. Все согласны? Да. А я говорю, а дальше написано. И затем явится Сын Человеческий, Грина Блака. Что за Христом Христос явится? Нет. А что? Крест животворящий, Иоанн Златооз говорит, который будет тысяча раз ярче солнца. Крест. И три причины, почему крест явится. Он не просто сказал. Первая причина. Чтобы праведник, который воскреснет на кладбище рядом с несчастивцем, с гонителем, с убийцей, увидев крест Христа, он понимал знамя царя, и за ним царь идет. Ободрился. А несчастивый, который воскреснет, чтобы увидев знамя царя, убоялся и для славы Христовой. И третий для прославления. Прославь меня очень славою, которую я имел прежде бытия мира. Первая священническая молитва Иоанна 17.1. Вот причина какая. Когда вы говорите, сектанцы соглашаются, в эти вопросы 100% соглашаются. А они сейчас на молитвенных домах почти везде заменили на крест. И мне говорят, вот благодаря вам это у нас. А мы ставили там. Я говорю, а что ты ломик-то поставил? Да это перст, который указывает на небо. Да какой перст, ломик, лед долбить. А сейчас крест поставили, ну, четырехконечный. Ну, он равен. У нас на просворах четырехконечный, на ризе четырехконечный. Шести, восьми. На деле-то он был шести, конечно, конечно. Но церковь приняла. Эти вопросы, ну, просто обкатаны уже. Если он не знает учения о Троице и не верит, это ничего не говорит. Можно молиться, чтобы Бог открыл. Он говорит мне открыто, что они вместе, ну, Троица вместе не могут существовать. Они разделенно существуют. А вместе они не соединяются. Ну, это ладно, это вопрос такой. В общем, есть какой вопрос еще? Что вы можете сказать по тому, допустим, ну, храм последний был, Божий храм был разрушен, да? Да. Вот. Сегодня православные возбегают храмы на каком основании вообще, если они не Божьи, не Божьего установления? Ну, красиво. Зачем свечи ставят? На каком основании мы храмы сделаем? Никакого основания нет под это. А под храмом основания нет. Кроме того, что это красиво, хорошо и привлекает людей, чтобы видели. Больше нету. Храм один только был, храм Иерусалимский. Второй, который после Соломона Заравель построил, и третий Антихрист восстановит. Все. Ну, первые христиане где ежедневно собирались по домам, в пещерах там где-то. А храмы пошли от Константина, когда открыто уже дали. Ну, красиво, что скажешь-то. У нас Луковка. А у этих-то, у католиков какой шпиль-то стоит, какая высота. У них там иногда бывает петух стоит. Что петух, петух. А нет, Петра за Петра держится. Главное, это Петр. Вот Петру Бог сказал на этом камне. Я говорю, вы забывайте, что он сказал, отодеть меня сатана. Вы последователи сатаны тогда? Им не нравится это. Он никому не сказал сатана, только Петру. Это все скрывается. Поэтому храмы, а что именно вот так строить и все, это искусство, человеческое искусство. Но камни на камне не останется. И что туда бросили все силы, и они пустые стоят. Да еще под ними полумесяц сделают. Это показано, как в Сербии он ломает крест, а полумесяц уже готовый. Все, мещеть, заходите, молитесь. Ну, это, ну, все равно уже, все объясняют и служение, все и таинство. То есть они все равно же про образ имеют какой-то. У всего же есть пояснение. Я спрашиваю ежедневно, собирались по домам. Ничего этого не было. Но оно у нас есть, но только закрыться дубовым иконостасом не было. Посмотри в Киеве как. Барьерщик маленький на метр высоты. Как в греческой церкви. Все открыто, как у католиков. Они не прячутся от народа. А то наши попы там балагурят. С той стороны. Как это у меня рассказывает один священник. Ну, я могу даже называть имена, но не знаю. Говорите, это Максим Кроха, архиепископ Омский. И он давал магнитофон, чтобы ему там записали. И он где там не был в соборе-то, ну, а послушать-то охота. А они включили раньше. И тот разговаривает, а ты где там достал карбюратор-то? А то папы там внутри. Ну, я там был. А в воскресенье там барахолка на том месте, на этом. А мне вот надо вал там как подремонтировать. Они разговаривают. Архиерея и отдали, даже не проверили. Ну, Максим-то этот архиепископ, ну, на ковер их. Это в Ростане. У Якуба Колоса написано. Дьякон говорит, вон мем. Пока тянет, тот спрашивает, да ты телушку-то продаешь? Он говорит, да. Опять это, помолимся. Пока пауза, он говорит, она у тебя покрылась быком-то. Покрылась. Разговоры все какие ведут. Оно ничего не изменилось. Там телушка, а здесь машина. Они скрылись. А когда на народе-то, ничего этого не сделаешь. Это видно уже будет. Я был у католиков, смотрел. Он сидит, маленькая ниша такая, полуниша. И он перед народом сидит. Вот такое, чтобы так одежи надевать, застегивать пуговки. Такого нигде нет, только православие. Это религия обряда. У католиков вот он. Вот такая вот маленькая есть тут перед ним. Ну, видели, как сейчас протестанты так делают. Почему посыльные князя Владимира шокированы были? Мы были как на небе. Они избрали-то почему? Какое небо-то? Когда они неверующие. Языка не понимали. На языческом небе были-то они. Они язычники. Что они, на небе были, что ли? А вот как вышли, как запах в нос ударил им. Может быть, дали дальше что-то пить. Я не знаю, что там было. И даже были все пять органов щу задействованы быть. Ой, приехали, и мы как на небе были. А если бы, говорю, рядом на соседней улице, им сказали, тут еще одна вера есть. Они же мусульман были. И там апостол Павел говорит проповедь до утра. Приняли бы они? Да не в жизнь. Да говорил бы понятно, чтобы они поняли. Вам надлежит покаяться. Вы распяли Иисуса Христа. Да ни один бы нету. И князь Владимир бы не принял. А он пришел-то за невестой. Не отдадите невесту? Разгромлю. А мы не отдадим. Там два молодые брата, басилистские назывались. Если не примешь крещение. А как? Ну вот там бочку-то и нарисован в бочке он сидит. Они-то все это такое. Раньше писали. Князь Владимир говорил, кто не будет креститься, тот мне не друг. Я говорю, неправда. Эти слова он не говорил. А сейчас пишут. Он сказал, кто мне не крестит, а тот мне враг. И рядом вот с таким огромным мещом встают такие русские богатыри. Ну что говорить дальше-то? Что? Когда родного брата Ярополка не пощадил, убил из-за жены. У Соломона было тысячи. Семьсот жен, триста наложниц. А у этого было две тысячи. В каждом селе. И однако жизнь-то изменилась. Действительно так. Но веры-то евангельской не было. И монахи привезли сундуки Ладана, пошли штыковые лопаты и горы копать. Почему не сказали, бересту драть надо с берез, писать Евангелие, разносить? Другая русская была бы. И революции бы не было. И мусульман бы не было здесь. Они же раньше пришли. А почему? Откуда Казахстан? Мы сегодня распространяется Слово Божие. Но мы же не видим поворот никакого. А все хуже и хуже. Понимаете, упущенный момент. Я думаю, и тогда так было. Опущен момент. Был такой у баптистов, Карев Александр, это, что это называется? Вот, Карев. Очень сильный такой проповедник был. Братский вестник, журнал он их. И он перечисляет дальше, какие у них тут приезжали. Пашков, Редсток. И говорят, это те, говорят, тех времен. Более благоприятной почвы для евангелизации, чем в России никогда не было в мире. Неудовлетворенности, евангелия не было. А вот эта жажда, в леса шли, на болота, закапывались, горы шли, в пещеры. И на это только бросились семя. И сразу, смотри, как бурно шлундизм начал развиваться. Живое евангельское слово. Вот момент. А он был упущен, когда простой русский народ мог принять. А евангелие-то не было дано. Оно переведено через тысячу лет только было. То есть в простоте, да? Да. Народ уже испортил. В простоте вот этой. Сейчас народ непростой. Мусульманства не было. О чем пишет Андрей Кураев, говорит, за 600 лет. Мухаммад-то умер в 632 году. Ни одного Кирилла Мефодия не нашли, чтобы послать туда Таурегом. Ни одного. А брали налоги с этих народностей. И встретились уже только с мещами под стенами Константинополя. Там Сул-1 придет и ведет порядок. Поэтому я говорю, больше вины еще на монашестве нет ни на какой организации. Нигде. Запечатали слово. Туда в монашество шли не дряхлые. Молодежь. У Пахоми 11 тысяч монахов. До 11 тысяч проповедников-то пошло бы. Ну, неужели ни один не обратился бы? Пусть ты не потряслась бы. И вот когда Феофил, архиепископ Александрийский, пришел свергнуть Златоуста, и он искал братьев долгих, и послал воинов на Павилу, искать их найти. Потому что они за Златоуста проголосовали. Их нет нигде. И они попутно убили. 10 тысяч монахов зарезали. По повелению патриарха. И патриарха, притом даже порицание не было вынесено. Монахов православных. Вот оно какое православие. О свержении правителей в Греции. Я не могу точно сказать. Мне данные как-то давали, я не записал. Из 30 правителей, кажется, 20 были только умершлены. Все православные. На престоле. После крещения уже. Но мы приняли эту веру, это не евангельскую. И когда я об этом говорю, Андрей Кураев сказал об этом. В литературной газете статья была. Миссионер 21 века. А когда его еще не гнали. Лет 10 назад. Я об этом везде говорил. Были местности, где монастыри по 50 тысяч. Учитывая во всей Римской империи всего 120 миллионов было. Это надо представлять. И государство начало разваливаться. И поэтому там гангские, анкирские соборы начинают проклятиями все это монашество гвоздить во всех сторон. Они ничего не хотят говорить. Как? Если человек ради благочестия оставляет жену, да будет под клятву, то есть под проклятием. Проклятый. Дальше. Если оставляет отца и мать, да будет под клятвую. В монастырь ушел. Под клятвую? Проклятие таким. Если оставляет детей ради благочестия монастырь, да будет под клятвою. И все приостановилось. Империя разваливаться начала от монашества. Вот и весь ответ. Монашество самое негодное, что придумал враг. Вот в таком виде, какой есть. Я повторяю, я за монашество левой рукой и правой. Для того, чтобы учить рассказывать о благовестии и готовых миссионеров отправлять и помогать в монастыре, те, кто там старенькие, докормить, которые благовестники были. Оно необходимо, но не в этом виде, в каком было. Как образец, это Елисавета, сестра Александры Федоровны. У нее братство Марфа-Мариинская обитель, но никто обетов не принимал. Понравился тебе, за кем ухаживаешь, Семен без ноги? Матушка, понравился, в деревню зовет. Поезжай с Богом, голубушка. Вот что нужно было. А сколько нарушено было обетов этих. Архиерей приезжает, и романахи переженились тут. А то сегодня, конкретно, у меня рядом он такой был. И на меня наталкивается, но вы против. А что я должен? Ничего, теперь до конца выдержи. Слово дал, ни под какие виды не нарушай. Завяжи на узел все. Вопрос такой. Мы сегодня так легко прикрываемся. Говорим, что у нас рукоположение от апостольских времен. Я считаю такой правомерный вопрос человека неправославного. А насколько можно отследить сегодня вот это рукоположение? Да. Да. Это есть книга. У меня она у нас книга. Владимир Русак ее издал. Прямо перечисляется. Андрей. Мы от Андрея православного. От Андрея. Брата Петрова. И кто рукоположен, и по порядку идет. У католиков рукоположение показано. И с какого по какой год он был архиереем. Кем рукоположен. Доказывать еще не надо. Это литература. Но которые уже ближе тут со времен князя Владимира. Тут уже русские имеют. Ни одного епископа за 2000 лет не было у католиков. Не связано с апостолами. Ни одного. Такого не было ни у православных. Ни у грегориана армян. Ни у коптов. Ни сирийцев. Вот пять, которые абсолютно точно имеют доказательства. Но когда мы считаем книга Ниеми. Они возвратились из пленения. Там перечисляется. Там Махышал какой-то. И у него не было найдено родословное. Не мог доказать. Запятая. И они были исключены из священства. Как сектанцев сегодня к церкви не относятся. Православие. Да. Во всех видах старобрядчества. И где есть священство. На сто процентов. А то были у православных священники, женщины. Ну бредня. Что интересно. Англиканская церковь. Доказала, что у них рукоположение идет от апостольских времен. И перед самой революцией стоял вопрос об объединении с русской православной церковью. Революция помешала. А сегодня у них там и женские уже пошло. И неизвестно что. Вот с кем русские были близки. Прям вплотную. И они хотели соединиться. Поэтому ответ не данный. Вы поддерживаете. Что именно это? Вы поддерживаете такой лозунг. Нет. Лозунг такой поддерживаете, что не православие, не спасение. Конечно нет. Я считаю это. Ну прости что я это скажу. Некоторые говорят Россия для русских. Владимир Владимирович Путин. Президент Российской Федерации. Это говорят придурки. А куда нам девать Татарстан? А куда девать евреев? Куда буддистам? Так с чего империя-то русская была? Россия для русских. Да где это видно? Тогда русских гнать надо везде. И в Израиле где живут иудеи для иудеев. Турция для турецких. Болгары для барганских. Так что ли? Мы должны ждать ответные меры. И нигде этого нет. Россия для русских. Россия для всех открыта. Тут никто не был лишним. И мы так и должны понимать. У каждого есть хорошее. Талант. Особое качество народное. Там как-то менталитет. Нужно оттуда брать. Брать. Вот у меня детский лагерь. Детский. Что там? Какой там лагерь? Но я объясняю. Почему у нас слово канзё в авторитете? Канзё японское. Никогда не пищать. Никогда не стонать. Выдержать. Это выдержка. Решимость. Канзё. У нас. Вот если, говорит, ребенка при ней приведут. А ему с детства это вдалбливают. Канзё это значит японское национальное. Поведи его в статоматологический кабинет. Это как он извивается. Ну и он такой же. А мать его не уговаривает, что ты конфетку дам. А она на ухо говорит. Сакё. А где твоё канзё? Он сразу ободрился. Не боюсь дергать и зуб. Вот как. Национальное. Многое хорошее. И в Англии, и везде есть. И у русских есть, что другим дать. А у русских ещё известно. Рубаха парень. Нарастопашку. Последнюю. Режь последний огурец. Пошла такая пьянка. Ну и вот мы известны всему миру. Но благодушие, радушие у русских людей, особенно у сибиряков, это уже вошло в норму. Здесь все были, потому что много ссыльных было. Ну, как говорится, тоже отдаётся это поколение. Ну вот у нас отец. Безруйки с войны. Десять ребятишек. А с отцом, с матерью ни одного класса нет. Только своим горбом. У отца разрешали держать, допустим, пять овечек. Больше нельзя. Помешает. Отец пасёт и уже говорит, полбарана, если пропасу благополучно, обед даёт. Развести тут беспризорные старушки. И мы это носили. Мать напечёт пироги или что-то. Приучала к этому. Это широта русской души. Я считал у немцев. Я поверил в это. У них говорит так. Даже если сын идёт к отцу, он должен отцу позвонить сначала. И по обеду по нему заплатить за обед. Вот насколько достоверным? Ну, вполне. Получается так, что границы церкви невозможно обозначить. Мы не можем дать определение церкви. Границы церкви только... Я для себя это взял. Никому не навязываю. Там, где есть рукоположение от апостольских времён. Но там могут быть и ереси. Но она церковь, превратившаяся в ересь. А где нету этого, там и нету. Это надо получить. Я реально это разбирал. Разговаривал всех Б. С СССР, Маловузовская, 5, Москва. На все эти вопросы. И они сделали расследование. Добился. Они поехали по Европе. Начали разбирать Менамитов. Ну и, конечно, солгали. Что мы от Мартина Лютера. Он был епископ. Он не был епископом ни одного дня. Был монах. Может быть, даже и священником в конце был. Не знаю я. Но дело в том, что он не был. И от него он не мог никого в руку положить. Не было этого. И Симонс Менон тоже никого не мог. Он был священник всего лишь только католический. Не было. Вот это тоже удивительно. За 2000 лет ни один епископ не перешел в сектанты. Вот это Бог хранит. Я им говорю. Я беседую. Допустим, вот сидят епископы. Я в Синодике присутствую. Мне многое пришлось видеть. Я говорю. Вы хотели, чтобы баптисты обратились? Конечно. Ну а как вы считаете? Хорошие граждане? Замечательно. Не пьют, не курят. Какие семьи у них большие. Настоящие работяги. Верные в семье. То есть перечисляют. Правильно. А что мешает им стать таким? Ну видите, им иконы, там идол. Я говорю, если я договорюсь с ними, что ни один не будет говорить иконы идол, но без икон. Могут спастись. Тут русские уже начинают колобродить. Да не было икон никаких. Это сегодня там Луке приписывают. Он врач был. Не иконописец. Ну а если был, то был. Ну не может мое спасение зависеть от иконы. Икона только мне костыли. Она помогает мне ближе приблизиться к Богу. Я не могу. У меня икона всегда. Тут целый угол в иконах. Я смотрю как-то. Ну я воспитан в этом. С детства. Ну. А если вот без ризы, можно ли служить? Филонь. Да филонь это плащ обыкновенный. А вот сегодня как и Петрохиль. Там начинает он накладывать. Это полотенце обыкновенное было пот вытирать. Ты прочитай происхождение этого. Откуда идет. А после из него сделали уже священную, сакральную одежду. Но рукавников нет, служить нельзя. Что вы думаете? Служить нельзя, если веры нет. Вот. Лежит скованный Лукеан. А уже в обыще вошло, что мощи надо для Лутырьгейта. И они в тюрьме. А где мощи? Он вот так вот. Кладите сюда, ставьте сюда. Здесь мощи. Меня завтра казнят. И все смирились. Как воины ясенецкие. Крестить надо обязательно мира. А в ссылке? Крестить, а мира нет. Что же делать? А потом. Ба! Так я же епископ. Это мира заменило возложение рук епископа. Сам себе засмеялся. Вот это заслужился. И давай накрещаемых руки возлагать. К слову сказать, воины ясенецкие. Мощеных, крапленых вообще ни за что. Не было никакого крещения. Обман. Игнатия-то ничего не придумывают. Афонские монахи вообще не признают. Его не было. И слово перекрещивания, оно отсутствует. Его нету. Обман. Это так всегда и было. Это понятно. Это крещение и откраплением они не признают. Но если обильный человек обливают водой, допустим, можно же признать это до крещения? Да, можно. В трех вариантах. В трех. Клиник. Такой, как ты. Второе. В тюрьме. И в степи у татар в плену, где нет воды. Но должен быть раздеть до гола. И минимум три ведра на него вылить. Обливание. А не просто лоб помощить. Тут не надо лукавить. А вот дедаха сказали. Ну, дедаха говорит проточной воде. Если нет. Конечно, обливание. Обливание из ног до головы. Конечно. Написано обливание. Но, который вот клиник болел, и его обливание, то в священнике, канон говорит, его не ставить. То есть он под ножом пришел, недобровольно от болезни. Но, если будет благочестивый, если никого нету, ну, тогда можно. Я считаю, вот церковь, ну, очень мудро все поступает. Разумно. Именно так и надо. Меня особенно тронул один канон, когда жена с мужем оба верующие. А муж очень ревнивый. И она на исповеди сказала. Сатана попутал, как Феодору Цареградскую. Я впала в грех. Но открыто ее отлучить нельзя. Муж сразу увидит, она выгнана. И он разузнает. Поэтому ей разрешили только в одном случае стоять с верными, но не причащаться ей. А муж не будет, он не всегда приходит-то. Чтобы он ее не убил. Это любящая мать церковь каноны так делала. А не так, что, ну, знаете, это вот экономия и экономия где-то. Нет этого слова. А каноны мы не можем выполнять. Почему у нас выполняют? У аборта у ней был. Ну, допустим, был. Она отлучена. Случилось у нас с одной. Было такое. Прирабонияния. Она не блудьяния, а блудница. Впала. Она отлучена была. По полной программе на 10 лет. 10 лет у нас стояла в прихожей. Можно. А так уйдут. Никуда она не ушла. Она здесь. Вот он выпил. На два года отлучается. На два года. Пост не соблюдал. На два года. У нас сейчас нету ни одного пьяницы, ни одного нарушающего пост. Ни одного. И никто у батюшки не выпрашивает. Батюшка гастрит, перитонит-то начинает. Нету. Батюшка говорит, у меня прав таких нету. Больному разрешается только, с благословения священника, растительное масло, еле и вино. Ну, там, сколько-то для болезни. Ради стомаха, желудка твоего. Все это обдумано. Нам думать не надо. Ко мне приходили сектанты, руководители. У нас впал прелюбодеяние. Проповедник хороший. А как сделать? Как? Я говорю, да это написано. Открываю правило такое. Это апостольское. О, так мы не можем. А вы что? Ну, мы ему запретили три месяца проповедовать. Потом опять приходят. Я говорю, Алексей, я вам говорил уже, А что ты искушаешь? Его надо извергнуть, прелюбодея. Извергнуть. Так он опять впал в грех. Да не сознавался. А уж она пришла сама, прелюбодейка, и сказала, ну, еще теперь делать. Да ну, еще не делать. За хвост да в яму. Такого адра с борозды долой. Я приехал в Америку, а мне говорят, тут, говорит, радио проповедие был хороший. Но седьмая заповедь была нарушена. А он проповедовал. Вы знаете, вся Америка все смотрела. Так он выйдет. Ему давали там по пять минут или сколько. Он плачет. И всю Америку разжалобил. И все стали писать, чтобы его приняли. Видите как? Немножко тронули. И это тронуло во всей Америке, мне говорят. Ну, выступает программа очень известная. И как? Приняли? Приняли. А через сколько-то? Я, говорит, не знаю. Но главное, теперь он проповедует опять. Этого не надо бояться отлучения. На меня грозился наш епископ. Я тебя отлучу, батюшку запрещу за мои три материала о воинской службе. Это кислено православие там есть. О русском языке, о слове называется и о благовестии. Вот три. Три материала мои. Он сильно возненавидел прямо. Но ничего не сделал. Прошло время, сам стал за русский язык. И теперь его, его там, где служат, и священники, его стали зазирать, епископа. Это надо же братья Талапкины, как сумели сделать. Он же стоял на пути. Зазомбировали нашего епископа. Что он за русский-то язык. Теперь я для него гуру стал. А одна, говорит, главный гуру – это Христос. Это учитель. Это хорошее слово. Я попутно хоть и когда-то... Привет. Чуть не забыл я эту... В общем, мне звонил из Америки. Как же я не могу вспомнить, как его зовут. Василий. Сейчас я найду. Василий. Отец Аким у него... Нет, другой. Отец Аким у него останавливался. Когда отец Аким был в Америке, он у него останавливался. В общем... Дутиков? Он был... Он был... Дутиков? Нет, отец... Сейчас я скажу, как его зовут. Нет. Он сейчас диакон. Я сейчас скажу, найду сейчас, как его зовут. Ну, его неважно. И что? Антон... Антон Кузнецов. Не, вы передайте. Отцу Акиму он передает привет. Он сейчас стал диаконом. Он говорит, я был алкоголиком. А после приезда отца Акима у меня в жизни все изменилось резко. И он сейчас служит диакону. В общем... Кузнецов Антон, да? Антон Кузнецов такой. Ну, хорошо. Да. Хорошо. Он, по-моему, и Джорджи, что ли, не помнит. Да. Добро. Благодарю. Почему-то интернет у вас плохой. Ну, от меня не зависит. Ничего может быть. Интернет? Солнце сильно светит. Да здесь за шторок меня я вижу отражение от этого лба. Ну, вообще, у меня все размыты на экране. А я хотел спросить вас, если не секрет. На вас выходил, он спрашивал там данные кто-то, или вы у меня спрашивали его, Василий. Иван Иванов, он подписывается. Я с ним общался. Я с ним общался. Я с женщиной там со мной познакомился. Из-за Америки мне нужно было узнать, где найти приходы зарубежников в Америке можно. Ну, вы поговорили с Лос-Анджелесом. В Лос-Анджелесе. Они спешно покидают все вот эти богатеи, все спешно покидают Америку. То есть ждут. Они говорят, там одну ракету. Вот сегодня у России какие ракеты, вот эти стратегические. Одной маленькой ракетки хватит вулкан в этот докинуть, чтобы ее активировать. Целый вулкан, чтобы всю Америку погубить. Сейчас интересно, данные-то дали такие, что в советское время подводные лодки выходили там с водолазами и где-то заложили около 9 атомных бомб вроде бы. И если их одновременно дадут сигнал, взорвут, три четверти примерно Америки сметет океаном. Это они выходили, эти подводные лодки, когда была экспедиция, исследовали Марианскую впадину. Никакую впадину, говорят, не исследовали, а закладывали вот эти заряды туда. Ну, чтобы потом мотивацию такой Америке давать. Ну, дело Божье. Пугать ее очень. Дело Божье. Мы не можем радоваться смерти ни американцев, ни русских, никого. Написано, что Бог дал время для покаяния. Ты понимаешь, нет людей, да они и в Америке хорошие люди. Я вот тоже общаюсь с людьми, все добрые, все нормальные люди. Чего что-то? У меня племянник. Почему так? Племянник мой, сестры моей родной. И они, два брата, и закончили Гнесинское это училище там музыкальное. Ну, и одна сестра их вышла замуж, потом вторая тоже там нашелся, и он туда уехал. И на неделе мне скинул материалы, как там служба идет, когда архиерей приезжает, а он руководит хором это, дирижирует. С мышечком пряшет, ну, пение хорошее. Просто высокое пение. Все-таки много значит, когда у человека талант есть на это. Да, конечно, ну, таланты надо... Самое страшное, что люди-то в себе не открывают эти таланты, так и в себе или хоронят эти таланты. Да. А мы даже не знаем, я вот съехал, у меня ни руки, ни ноги не работают, а я все столько талантов открыл, я даже и не предполагал. И, оказывается, и сайты могу делать, и то, и все, и третье, и десятое. Только не ленись, только открывай. А я в молитву, вкрапил у себя, ежедневно мы молимся. Господи, помоги мне раскрыть все мои таланты, чтобы приносить плоды. Одной ногой, говорит, уже на той стороне, я все еще молю о талантах. Тут одной стороне еще неизвестно, если вы, говорите, мать, жила до стальки лет, да, больше, чем восьмидесят лет, чтобы потенциал-то есть. Так отец-то у меня в семьдесят пять умер. Ну, правда, он был истерзанный, трижды, вы говорите, безручный. Ну, отец, он, отец, он, во-первых, истерзанный, во-вторых, он, ну, эти, подвержен был там порогам всяким. Он же, наверное, курил, да? Нет, не курил, он не курил. А выпивать, выпивал. Раз в году, может, два. Когда отпасет скотину-то, наурусского как отблагодарить? Подать. Ну, и естественно, что овцы хорошие, овцы жирные, все целые, и он подаст. Ну, и к концу-то, когда раздает овечек, он уже готовый. Он в этом деле меры не знал. Мой отец у нас не пил. Какой? Десять ребятишек, что бы мы как жили-то? Никак. Вообще в рот не брал он. Вообще не было. Мать из себя сделает там, это, а у пчел, когда там бывают такие, с пергой, и настаивает, это не медовуха, но очень же, она такая темно-коричневая, на меду. Очень хорошее. Для здоровья. Вот. И поэтому перед обедом у него это было. Но это не пьянка, и его даже незаметно было. Он очень был крепкий у нас отец. Очень крепкий. А одной рукой он колол такие чурки, через себя перевернуть, ударить-то. Наши приехали, у меня, я в нашей природе, у нас пять братьев, я самый маленький, ростом, метр семьдесят два. А другие там, попутно сказать пришлось, они приедут, ну и соберутся, там двоюродные братья-то, привезут дров, суковатый это, и колют. И говорят, покололи. Ну отец говорит, ну давайте ребята складывать. А брат уже уехал, москвич был. А там чурки-то эти лежат суковатые. Ох, алера. Это не могли, говорит, они их расколоть. Ну и правда, видно, они пытались, а береза суковатая трудно. Они туда топоров насажали, топоры там торчат. Отец все топоры вытащит и одной рукой все расколет. Он молодой был, когда в людях нанимался. Он знает, где эта маленькая щель, куда идет сущок. У него в этом вопросе целая система была. Ну, говорит, у нас старик был один, когда, говорит, мы кололи, а он старик... У него правая рука была. Правая была, целая. А он, когда молодой был, нанимался, ходил. И, говорит, молодой старик, мы, говорит, коллендра, он... Я, говорит, что, пахом, помогаю. Он сильный был. А пахом-то какой сильный был? Он на мельницу привез муку, а баки-то заортащились. Ну, и видно, бык-то головой-то его мотнул, его сбил или что там. Так он, говорит, его ухватил, там, за ноздрю, еще. Как кулаком-то ударил, бык с копылков долой. Какой был народ? Быка. Завалил сразу. Ну, он не убил его. Народ был сильный. Мой отец, когда был, он... Не дрочу, но если случалась драка, про него говорили. Он, говорит, бьет только один раз. Любого собьет. И мать за такого пошла. А старикам-то дед, матери на-то, Егор Илларионович, мамин. И они отца не любили за это дело. Они были глубоко верующие. Отец просто признавал, да и парень такой был. Ну, а мать бегом ушла. Это называется самокруткой. И они отца зазирали. А когда остальные-то дома, три дяди, Макар, Пиларет, Мануил, на фронт были, все артиллеристами погибли, под старость пришлось к отцу. И отец мне как-то говорит, они меня не хотели. Все еще помнил. А теперь она у меня, старуха-то, лежит. И я ее даже старой каргой ни разу не назвал. Заслугу себе. Не знаешь, где придется, говорит, соломки постелить-то. Они никогда не думали. А деду говорили, ой, Егор, а как ты будешь сыновей-то женить? В рот-то не брали алкоголя-то. Как женить? Да все, он бедский был. Все, как Бог даст. А их всех взяли, неженатых. И все погибли. Война женила. Вот так. Натичь. С вами, это, не соскучишься. Знаете, когда вот узнает старообрядство. Старообрядец, не старообрядец. Мне говорят, старообрядец. Ни одного дня я не был им таким, какой должен быть-то. Если у человека есть юмор, и он на сто верст к старообрядчеству не подпустит. А он ни одного слова не может вывести, чтобы правильно было. Вот у меня книга, и там написано, сидят старообрядцы, ко мне в лагерь детей отдают, пока не знают старообрядцы. Старообрядцы. Книг они я нам отдал, они его задолбят. А они у меня два ребенка. Ребятишки хорошие. И что, если писать, только по-старославянски пишут. А сам еще в школу не ходит. Главное, это вот. Ну, мы все так молимся-то. И вот они сидят на крылечке, и с ними сидит одна наша сестра, она на радиовещании работает и беседует. Я сказал, такой-то, такой-то, Илюша и Рома. А они беседуют тут. Отзыв старообрядцев. Какой? Сразу. Никоньяне. Всегда старообрядцев ненавидят. Даже ребятишек в храм не запускают. А это до службы. До службы. Вот любое дело, какое бы ни было. Вот возьми. Песков приехал туда к ним. Василий Михайлович про природу писал-то. Ну и стал разговаривать. И поэтому Карп Иосиф очень спущен, говорит. А вы знаете, что война была? Какая война? Да с Германией, в отечество. Это что, опять германец пошел на нас? Так это Петру проклятие. Он с немцами якшался. Петру проклятие. Он говорит о Никоне, как будто у него за стенкой живет. Вот вообще удивительное дело. У меня рядом один человек, я сестраобрядца. Он рядом живет за стенкой. За всю жизнь ни одного юморного слова нету. Никак. Не проходит. Вот простое дело. Стоим во дворе. Пасха. Христосовались. Ну, все, служба прошла. Все веселые. Но у меня голуби в воздухе. Там разные породы кувыркаются. И стоит этот человек рядом. Я говорю, ты посмотри вот. Ну, посмотри, подними голову-то хоть раз-то. Ну, посмотри, какая красота. Они белые, голубое небо, как вата. Только голубей любят, а мне никакого внимания нет. Ревность голубям. Голубям ревность. Даже не придумаешь. Кошку глажу, говорю, какой у нее мягкий-то. Кошку больше любишь, чем меня. Что могу сказать? Даже не так. Я и голубей люблю. И тебя люблю. Ну, что ты зря-то? Я тоже. У меня весело по отцовскому роду старобрядцы. А я вот первый в Никонянской вере крещён. Я замечал такое. У меня и дед, и отец. Они вот шутки вот эти. Они не любили всякие вот эти. Так это не шутки. Это обыкновенное. Мы стоим, и я бросил хлеб. А голубь, он есть не умеет. Он вот так вот клюнул и рванет. Что оторвал, а кусок, куда улетел, он даже не видит. Это глупая-глупая птица, голубь-то. Израиль глуп, говорит, и прям как голубь. Писание это сравнивает не с курицей, хотя курица не птица, баба не человек. А воробей подхватил. Я говорю, ты посмотри, что воробей делает. Насколько он умнее. Ну, улыбнулись мы. Мы не смеялись, рот не раскрывали. Златовский говорит, рот не раскрывай, чтобы сатана не вскочил. Ну, можно уже хоть маленько как-то расслабиться. Ну, пришли к Антонию, издалека монахи. А он рассказывает им. Рассказывает. Ну, и братья-то вылыбнулись. Человек сразу. Или на старообрядец. Он говорит, брат, ты, наверное, соблазнился, да? Я такую даль шел, искал серьезную жизнь. Он говорит, а ты кем был? Он дал ему лук-то, гни его, согнул. А еще можно, говорит, да. А еще дальше нельзя, говорит, он сломается. Ну, так и характер человека-то. Ну, посмотри маленько, что они сделали? А нужно только сидеть. А ветер, а камыш шумит, нельзя слушать его. Камыш шумит, нельзя слушать. Вообще, камыш. И она живет на берегу Нила. Какие разливы. Какие восходы, заходы. Монахиня 30 лет и ни разу глаза не поднялась, чтобы увидеть, какой восход заход. Нельзя. Богу это не угодно. Да откуда же, когда посмотри на солнце, на небо. Давид говорит, все славит Бога. Ну, почему вы решили, что Бог против своего творения, когда сотворил, и все хорошо? Ты поудивляйся, Златоуст говорит, как ты устроен, какой воздух, какие звезды. Сейчас обнаружили звезды. Недавно, вот на неделе говорят. Это, кажется, 9 миллиардов световых лет до них. А что такое световой год? Со скоростью 300 тысяч километров в секунду идет. Это Бог сделал, а там никто не знает, что. Самому-то интересно и страшно делается. Бесконечность и во времени бесконечность. Ну, сожмись хотя бы, а потом расправься маленько. Посмотрел где-то на ребенка. Ребятишки маленькие играют, горошинку катают, засмеялись. Ну, улыбнись ты с ними-то. Нельзя. Богу так не угодно. Как этот, у Карпа Осипа сейчас сын, Савин, звать. Он никогда, говорит, не улыбался. Это Песков пишет. И спать только сидя. Почему? Так Богу угоднее. Почему Богу угоднее мое заднее место, чем спина? Не знаю. Есть фильм один. Я видел старый фильм такой. В общем, Первая мировая война. Какой-то беглец с войны бежал и попал к старообрядцам. Вот. И, в общем, была там женщина. Она родила, ну, уродца какого-то, я не знаю, ребенка. И их сожгли, в общем, к деньгу привязали. И ее и младенца сожгли. Говорят, это от сатаны у тебя ты проклятый. Вот родила такого. Их сожгли. Могло такое быть вообще? Да, могло. Могло. Не надо сегодня защищать. А то сейчас говорят, там какой-то богослов, католиков смотрят. И там вот, там сегодня чего, вроде этой хрустальной ночи не было. Когда в одна варфоломейская ночь 30 тысяч зарезали. Инквизиция, инквизиция католическая унесла 12 миллионов человек. А сегодня на 12 человек как останавливается. А в архивах нету. И про Сталина в архивах нету. А куда делись все инвалиды войны, которых было 4 миллиона минимум? В одну ночь все исчезли. Куда они делись? Сейчас фильм поставленный. Заряди. Как их уничтожали. Куда ссылали на островах. И там приезжал художник. Рисовал. Нету в архивах указания. Что, они глупые, что ли? Хрущев участвовал в подписи. Скольких документов, которых расстреливали. Запрашивал дополнительные. Дал указания. Все убрали. 12 миллионов обошлась инквизиция. Вот и все. Могло быть такое. Могло. Ведьму бросили. Водоем бросали. Если она выплыла, значит ведьма сжечь. А если утонула, Божьей милостью можно помолиться. Все было. Не надо отрицать этого. Не надо. Раз мы это замазываем, значит будет повторяться. А надо выйти и сказать, я грешен. Будь милостив ко мне грешному. И чтобы впредь к этому не приближаться. Надо всегда пользоваться опытом. Статистикой даже. Я вот выставил из мракоязычества, когда у нас тут 5 лет. Цепенникова, кандидат наук. Исследовала 100 групп. 5 лет. 3000 студентов. И она показала. На 300. А там 3000 студентов было. На 300 человек только один что-то знает. Из крещенных, моченых. Брак сплошной. 99,3% брак. И это наша эперхиальная газета Алтайская миссия напечатала. Я с ней встретился, разговаривал. И этот материал выстоял из мракоязычества. У вас есть он, наверное? Я скину его вам здесь, под роликом. Есть. Да. И поэтому нам надо... Есть. Игорь Тихо. Сейчас вопрос. Вопрос такой вот. Это. Бог хочет всех спасти. Всех людей спасти пришел. Да. Так и написано. Всех. Без исключения. Это намерение. Намерение его. Намерение выражено Бога. Да, всех. Бог возлюбил мир. И любовь доказывает тем, что умер за нас, когда мы были еще грешниками. Любовь в этом доказывает. Но примешь ты или не примешь, это от нас зависит. Бог не желает смерти грешника, потому что все пришли к познанию истины. Это Библия говорит. Все. Если бы было еще... То есть предопределений нет. Вот кто... Предопределений нет, кто плевел, а кто зерна дали. Предопределение есть. Кого предопределил, тех и предузнал. Так написано. Есть предопределение. Но оно, это предопределение меняется. Бог знает, что ты изменишь. Он знает конечный результат. Я образно даю такую картину. Но я говорю, ты веришь, что Бог все знает заранее? Да как он может знать? А еду со священником. А он любит кататься на машине. И что Бог знает все обороты карданного вала у него? Я говорю, ничего себе. Неужели же не знает? Ну вот я говорю, давай. Вот сегодня я тебе утром принес письмо. А в нем что написано? Ты не знаешь. А написан завтрашний твой день. Вот проживи его так. А вечером ты увидишь. И вот этот человек, конечно, за мной подсмотрели. Я встаю 4.40. Я первым делом во двор выхожу. Потом мы молиться начинаем-то. А я сегодня по-другому сделаю. Мы встанем в два ночи. И окно откроем. В дверь не пойдем, а в окно вылезем. И сходим в соседний туалет в соседнем доме. Во дворе. Я сделаю все по-другому. И когда пойду в город, через забор перелезу. Пусть загадаются в письме. А письмо у меня лежит запечатанное. Печать тургучная. Все. Вечером я пришел, да через сарай перелез с другой улицы. Все по-другому. И ел не то, и обедал не там. А когда стали считать, написано. В этот день человек встал в 3 часа. Пошел через забор в соседний двор в туалет. Да зачем же я это делал? Надо было делать как всегда. Вот тут и оно. Он знает. И выкамуривать, вымудриваться не надо. Не надо. Он знает, кого предопределил, тех и предузнал. Но предузнание, предопределение это не носит окончательный характер. Но окончательно Бог знает. Якова я возлюбил, а Исаава возненавидел, когда в утробе были. За что ненавидеть, когда я не родился? Апостол Павел отвечал на многие вопросы. На этот вопрос он не мог ответить. И Анна Тауз говорит так. Апостол Павел крикнул, как будто и ударил по столу. Прекратить. Не задавать вопросы. Кто ты, что споришь с Богом? Бог из своей глины может сделать любой горшок. И ночной горшок, и вазу для царской трапезной. Это не отвечается. Кого предопределил, тех и предузнал. И дальше все это определенно говорится. А вот сказали, допустим, мне сказали, ты не спасешься. Ты отверженный. Ну и что? Я бы смирился с этим? Нет, конечно. А Господь говорит, если я скажу, вынес определение, а человек покается, отменяю первое, постановяю второе. Это вот в чем смысл. Он – любовь. Он дал мне свободу. Но судя по тому, какой я есть, явно видно, что я не туда иду. Так каждый человек должен рассудить. Бог все знает. Конечный вздох мой. Последний поворот Земли известен. Много званых, но мало избранных. А об этом спорил Лютер? Ладно, я все понял. Лютер спорил, одни предопределенные, другие непредопределенные. Писание говорит, предопределение есть, но не носит окончательный характер. Я скажу, что вот мне многое не нравится, вот где-то там, где-то. Но я даже у этих, у кого не нравится, даже он бритый, в галстуке профессор, я у него нахожу много хорошего. И в этом вопросе он определяет правильно. Я уж не хочу на кого назвать, а то эти мои за мной-то гоняются, они начнут на него клепать, клепать его, свергать с престола. На меня нападает иногда, говорит, а почему от отсутствия? Я верю на тюрьму. Человек на вас нападает, а вы не отвечаете. Я высчитываю, что за этим будет. Я не 100% не уверен, что он все искренне сказал. Может, он меня проверяет, как я отреагирую. Я поэтому не отвечаю никак. Я только усиливаю молитву. Я не могу быть ему врагом, потому что у нас были хорошие моменты. Никогда. А можно сделать так, чтобы на Сергея Козлова сказали, не может, ни один сделать. Почему? Во-первых, я сострадаю. Во-вторых, мы давно знакомы. И в-третьих, я люблю, просто люблю сострадание. В сострадание в любовь вхожу. Вот так отвечу. Нельзя сделать. А он поднимется на вас, будет говорить. Усиливу молитву, слезы выпрошу у Бога. По ведру в день буду выплакивать. Но сказать открыто ничего не скажу. Это мои друзья. Да что говорить-то? Если говорить, я бы уже давно устал говорить. Да и насчет Максима-то, Игнатьевича. Максим-то особо вы не думаете. Максим-то и сожалеет тоже об этом, то, что я делал. Ты бы знал, как я молюсь за него. Ты бы знал только это. Это знают только люди от счастья, которые здесь. Когда они уходят, я один остаюсь. Перед Богом. Меня не надо заставлять. Меня Бог избрал. И 27 сентября 1962 году моя жизнь абсолютно другой стала. У меня врагов практически нет. У меня со всех сторон клеймят. А то сейчас нападает на патриарха. Выйдите ролик у меня. Помогите патриарху защититься от монахов. Меня из Америки, везде. Да как вы можете. Да то другое. Я всем отвечаю. Патриарх Кирилл не виновен ни в чем. Он нового ничего не доставил. Католикам уже все предано. Что вы нападаете-то? Хватились когда? Вы посмотрите, как крестят-то везде. Вот вчерашний ролик. Я его, кажется, сегодня выставил. Посмотрите. Я привожу, что говорят архиереи Русской Православной Церкви, которые живые сегодня. Что говорят о крещении. А я им всем рассылал. Мои материалы архиерею МП Московской Патриархии печатают. Ни один, ни два. А сколько мне они говорят, что благодаря вам мы это теперь строго. Но они последний шаг не делают. А они объявить должны вот этим мокрой ладошкой кропления вне закона. И скорее успеть покрестить. Вот и весь ответ. Они, эти люди, которые на меня нападают, они даже не знают, что им не по зубам со мной бороться. Почему? Потому что за меня молятся. Столько людей. Только входит и... А вы могли бы за меня молиться? Вот вчера только сколько? Я их записываю, и они молятся за меня. Молятся. Молитва самое главное. Что в этом вопросе? Связь с Богом. Живая связь. Живого человека с живой молитвой. Я только молюсь. Далее, рядом люди. А как вы это знали? Ничего я не знал. Так уже в дверях звонит этот человек. А его не было. Он священником. Я говорю, а ты как узнал? Не знаю. У меня такое побуждение было. Немедленно должен прийти к вам. А тут молиться. Теперь числа стали соединять. Это был день, когда меня готовились убить. Убить. И сказал это убийца. Убийца пришел потом и сказал мне. Но помешал один человек. Они на него не рассчитывали, что он там будет. А убивать надо было вместе с ним. А следующий тут уже... А я подал... Такой ход сделал. Уже выходить. И теперь мне говорят. А теперь тот человек за тысячи километров. Мне говорит. А к нам приходил вот такой-то. Он узник был. Правда он латыш. Правда он протестант. И сказал. А где этот братик молодой? Он говорит. Да на корабле он в море. У меня такое желание за него молиться. Я приехал, когда узнал, в какое время молились. А потом узнал, когда убийца мне сказал, когда я увольнялся. Я об этом писал. Это Бог так делает. Один говорит. Я это считал уже. А других. Он ходил там где-то в Индонезии или где. Ну и один решил ее убить. Он на тропе засел и не убил. А потом коснулось так, что Господь его сердце тронул. И он обратился. И пришел к нему и говорит. Скажите, пожалуйста. А вот такого числа вы там шли по этой горной тропе? Он говорит. Да, я там и был. А что за люди с вами были? Какие люди? Я один шел. Нет, говорит. У вас шло 13 человек или 14. А у меня заряда было только 3. И он понял, за него молились, были ангелы Господни. В моей жизни это было и притом не один раз. Я знаю силу связи с Богом. Вот ездили в поездку. За меня молились мусульмане. А мы Турцию проехали. Как? Не знаю, кто так проезжал. 12 часов на молитве, чтобы стояли. И десятки тысяч людей нас видели. В Турции. Как они к нам расположились. Молились баптисты. Ролик такой стоит. В Великобритании молятся баптисты. И ролик называется там «За Игнатия». Дети рядом стоят. Господи, да будет его миссионерская поездка с друзьями. Богоуспешные стоят и крестятся. А я их ни разу не встречал. Рукой крестятся баптисты. Что это означает? Бог. Я плыву буквально в этой благодати. Я знаю. Игнатич. Игнатич, нам не об этом надо сейчас думать. Время приближается. Сейчас уже говорят, в этом году, возможно, уже летом, в середине лета уже активируются вот эти, ну, говорят, возможно, что и ядерные удары будут. А я все время об этом говорю. Для меня разве это тайной. Я все время об этом крещу. В книгах везде об этом. Нам ли гоняться друг за другом? Сегодня вам не корень зла нашли. Ну, меня не будет, давайте. Ваше большое желание меня не было. Я умру. Так я в 77-й год, что спрашивают-то? Лет человеческий-то не столько даже. Ну, нет меня, что изменится-то? Я говорю, что с завтрашнего дня, если Бог благословит, я начну озвучивать книгу к истинному православию. Я 40 лет собирал для нее материал. Каждую Пасху я рассылал, от руки писал всем до одного архиерея в православной церкви. И сегодня почти везде делает купели. И мне говорят, это вы пробили все, вы пробили. Видите как? 50 лет это не 2 года. 50 лет я об этом кричал. Православие это церковь. И надо работать. Не клепать друг на друга. Не жаловаться. Не искать сотоварищей по злосчастью своему. А он нападает. Они не верят, что я молюсь и молюсь искренне. Господи, ты меня счел достойным принять последнюю награду. Это такой терновый венец. Златоуз говорит, поношение от товарищей переносится намного сложнее, чем болезнь, проказы. Иов вытерпел проказу, а поношение от друзей не вынес. Но я усилию молитву. Господи, дай мне такую любовь, чтобы молитва была моя, как за самых лучших друзей. Они венец мне сплетают. Но и выпала такая участь. А не он там бесовский, там то другое. Да я знаю. Беса нет во мне. Я чту отца моего, а вы бесчестите меня. Вы знаете, где это написано? Определяет беса, где будет в аду гореть. Я ничего не знаю. Я знаю, Бог мой любит меня. Я старался прожить жизнь бескомпромиссно. Это видят люди. Это видят все. И органы, и все. Они меня исследовали далеко-далеко за бабушкой. И не нашли ничего. Исследователь говорит, первый раз встречаюсь. Такими деньгами ворочать их дома. Вообще ничего нет, одни доски. Я тебе по волосильке волосы выдержу из бороды, но докажу, где деньги хранятся. Я говорю, нет, бороды вы не коснетесь. Я только вернулся, а он, молодой исследователь, умер. Прокурор умер. И ничего нигде не нашли. Потому что нет. А у меня дома в разных городах. Нет у меня домов. Этот дом мне Бог дал. Я выиграл этот суд за то, что меня конфисковали. У меня все удивительно и чудно. Не есть за что богославить. Какие у меня друзья? Сам я ничто. А какие у меня друзья? Мой дядя так говорил, Степан Дмитриевич. Надо научиться видеть интересно. Я иду с моей мамой. А она говорит, подошва оторвалась? Надо же. Стелька-то отцепилась. Я сразу достаю записную книжку. Отцепилась. Понимаете, как это интересно. Я с кем бы не был, у меня все время записи идут. Я не журналист. Но мне так интересно, вот этот говорок, как Владимир Иванович Даль записывал. Это интересно. И если бы не было интернета, ничего подобного. Я бы нашел работу. Всю страну наполнил катушками. Всех святых отцов пересчитал. Это сотни, если не тысячи экземпляров. А интернета не было. А если магнитопона не было? Я не сидел дома. Я ездил и встречался с писателями, с художниками, с всемирно известными. Вплоть до министерства. И всем свидетельствовал. В ООН писал. Масонов призывал к покаянию. Патриархам. У меня в год уходило 1200 писем. Каждый месяц по 100 писем. Конвертов. Так что... А тем более сейчас я в интернете. Это Бог делает так. А то и для инвалидов, и для пенсионеров это что? Холодильник, телевизор, туалет. Вот треугольник. Да разве можно так жить? Надо жить интересно и красиво в бедности. Не злись. Людям не нравится, что вы говорите, что вы говорите, жить надо азартно. Можно как по-другому отдать определение вот этой красочной? Ну я редко говорил, один раз сказал. Ну что-то цепляться-то. Ну я же объяснил, что такое. Я с Моисеем на своей вершине, В последний раз гляжу из-под руки. Враги с собаками, с биноклями, в машине. Мой след вынюхивает у кустов реки. Моя погоня гнались до упаду. Я отошел, не достигаем вам. Прощай, земля, азарт, закон ограда. Мой труд, следы, считайте по слогам. Я успевал на каждом повороте засеять поле, застолбить межу. Со златоустом путь житийный пройден. С той стороны земли на все гляжу. То есть азартно, с огнем. Я вот какой смысл закладываю. С огнем. То есть мне как влечет это. Мне это интересно. Вот я занимаюсь детским лагерем. Вы посмотрели бы. Самокат я на нем катаюсь. С ребятишками играю. Веду. Веду на деревья лазить. Надо сам могу залезть. То есть это я называю азартом. То есть не стареть. Какое бы я делал, а не делал, мне все говорят, ну разве можно так работать? Все, даже коллеги подползают и помогают. Я делаю печень. Сажа глина. Хозяйка такая, да, родная там. Хозяин перед ней. Но она посмотрела, развернулась. Второй раз пришла, третий. И начинает дальше уже помогать. Вы так азартно работаете. У меня выработка всегда почти была 280-300 процентов. Я азартный человек. Вот в чем. В работе. В работе. У меня как бы огонь такой. Я должен сделать. С высшего качества, чтобы работа была. Три нормы дать. И так прожил жизнь. А эти, которые говорят, они на стройке не работали. У меня три грыжи на позвоночнике. Но мне интересно это все. Азартно. Так что здесь ничего плохого нет. Я заменяю его. Ну, проблема мне не нравится. А вы говорите, проблема. Я начинаю. Нерешенный вопрос. Слово азартно. То есть все время меня как бы побуждают. Я вхожу в такой вагонь буквально. Мне интересно это делать. С живинкой делать. Если я решил, бил этот отец Сергий у Толстого. Он везде хотел быть первым. Плохо получалось с иностранным языком. Отточил ни один странец не отличит. Конские скачки никак. На первое место. Это отец Сергий у меня такой был. Вот у меня такое же было. Если я чем занимаюсь, довести до совершенства. Фанатизм, говорят. Вот сейчас говорят везде, что не встречали, чтобы так знал священное писание. А сколько я занимался, ты знаешь? В субботу я уходил в лес и ночевал в лесу на дереве. Как шимпанзе, чтобы никто мне не мешал. По 10 часов в день. Десятки лет. Я азартно живу. Почему? Бунт против самого себя. Несовершенство. Поэтому я сказал, спать надо меньше. По 5 минут, наконец, отрезал, отрезал. 2,5 часа у нас он остался. И теперь на этом остановился 2,5 часа. Пускай они покажут конкретно. Слово азарт меня побудило именно к этому. Мне интересно, а смогу ли я еще больше? 3 часа дошел, трудновато. А ну смогу ли еще? То есть человек вошел в азарт. В азарт. В работу, в игру какую-то. Ничего там греховного нет. Я-то все делаю с молитвой. Сейчас еще какой азарт? У меня голуби, вот они здесь летают. Вот здесь сейчас. Выводят. Я живу за самую жизнь. В этом возрасте, говорят, насытился жизнью. Я не могу этого сказать. У меня стихотворение написано на это. Мне интересно жить. Интересно, потому что все время востребованность. Вчера только утром. Я позавтракал, когда 2 ролика записано было. Вчера за день только утром, до завтрака. Садиться за... Звонок. Опять с Америки. Другой местный, Санкт-Петербург. Я их выставлю, эти ролики. Очень интересные. Очень интересно. Один по вопросу жены, другой по вопросу. Так умирать, Игнатийский, Игнатийский, Игнатийский. Умирать. Умирать-то тяжело, когда вот привязка такая к жизни, любовь к жизни. Тяжело с ней расставаться. Я вот ее ненавижу, эту жизнь. Я ее терпеть не могу вообще. Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не нова. Я все время эту песню в креща и пою. У меня все это есть. Все. Я радуюсь детям, обращенным. Вот вчера только получил два письма в интернете, которые благодаря вашим роликам я познал Христа. Другой, я был баптистом, пришел. Я столько получаю. Я их не открываю, нельзя, потому что за мной эти гоняются, которые во мне врага видят. И они их начинают заливать. А которые говорят, а я их не боюсь, еще не сделать. Я тогда открываю. Кто они такие? Я живу в радости ежедневно. Вот сейчас собаки еще не кормленные. Все собаки меня знают с улицы. Они ждут меня там. Даже это. И то интересно. Мне интересно. Вот ты позвонил. Ну, это понятно. Это интересно. Сейчас у нас привязка во времени разная. И поэтому это понятно. Это интересно. Ну, как бы, допустим, от этого... Вы легко, допустим, отстаете от жизни, да? Вот отошел и забыл, да? Легко отвязываетесь, привязываетесь. Нет. Нелегко. Я стихотворение написал в тюрьме, когда меня посадили. Нелегко. Это означает, я никогда не скажу так. Ну, не нравится, я могу уйти. Я считаю таки... За свое место не держусь. Я держусь за свое место. Я староста, начальник детского лагеря. Я в разных университетах преподавал. Я никому не уступлю свое место, доколе мне не докажут, что он сделает лучше. Потому что те люди, которые мне доверились, они после меня должны получить только высшего качества, но не низшего. Ниже не надо вести. Я с трудом их подвел к этому рубежу. Люди, которые ходят у меня... Ходили в университет, ни одного врага нету. Ни одного. Я один только написал. По телефону позвонил. У меня такое положение. Я буквально умираю, лежу. Я хочу с вами перед вами покаяться. Саша, а в чем ты каяться хочешь? Так я к вам на дом приходил. Ну и что? Что тебе, плохо было? Да не в этом дело. Меня же КГБ послало к вам. Я все им писал, докладывал. Ну и что ты сказал, докладывал? Кощетков фамилия назову. Ну и что ты докладывал-то? А что у вас сестра живет, родная моя сестра? Ровно на 20 лет моложе меня. И 10 июня рождение такое же. Она работает на аппаратурном заводе. Что ты мог сказать-то? А что люди к вам приходят? Ну ты сказал, что дальше? Они спросили, чем занимаются? Ну да, говорит, жена пироги хорошие пищет, квас. А потом Библию открывает, учат. Ну так ты наоборот молодец, что ты им сказал-то. Они говорят, я не враг. Умирай спокойно, умирай. Ты мне не враг, я за тебя помолюсь. На него так подействовало это, что он ожил. Мне звонит, мне говорит, понимаете, и умирать уже неохота. Ну вот и все. Надо жить интересно. Даже в бедность. Я каждый день об этом молюсь. Не замечать ничего. Беда, это все скоротечно уйдет. Потерял человека? Да, у меня было. Внезапно сообщили, погиб режиссер. Какой тут интерес будет, если нам Господь предлагает невидамое, неслыханное предлагает? Какой тут тогда интерес может быть? Отец Кирилл Сахаров с Берсеневки это все написал. Я Игнатью эти вопросы задавал. Он говорит, знаю, отец, знаю. Я там не был, не видел еще. А здесь голуби у меня. Здесь друзья, люди. Там мы еще будем, а здесь никогда не будем. И апостол Павел, и Петр, и Иоанн об этом говорили. Я считаю, говорить такие слова, как Моисей сказал, отучи меня из книги жизни. И Серафим говорил, два человека говорили. Они не знали, что говорили. Они не знают, что такое быть разрушенным с Богом. Я этого не скажу никогда. Что пользу весь мир приобретешь? Всех спасешь, а душе повредишь. Я понимаю, он сказал это по неразумию. Господь на такие молитвы не отвечает. Кого изгладить, изглажу. Ну, он показал такая любовь к еврейскому народу. У Серафима такая любовь была к священникам. Бог говорит, не пощажу. Вот и все. Я там не знаю, что будет. И я это сказал отцу Кириллу Сахару, и он написал. Игнатий говорит вот так. Вот она калека, а я привык к ней. Мне умирать легко будет. Наоборот, в хорошие руки передать. Я каждый день молюсь, Господи, молюсь ангелу-хранителю. Вот мое оружие, ты не можешь перебирать. Я молюсь ангелу, ангел-хранитель. Сколько лет ты меня защищал. Я припоминаю, где я при смерти был. Прости, где я не поблагодарил тебя. За сегодняшнюю ночь благодарю. И прошу тебя, дорогой мой ангел-хранитель, от Бога данный, не покинь меня в смертный, сейчас, когда душа будет разлучаться от этого тела. И проведи душу мою по мытарствам, страшным и непонятным. И веди мою душу в вечное царство Христа навеки. Это моя молитва. Я просто от души ее говорю, она составлена в моем сердце. Мы все молимся об этом. Я не насытился жизнью. Не насытился. Мне все интересно здесь. Я как вот ребенок. Говорит, а как вы себя чувствуете? Не старше 25-30 лет. Игнатий Иванович, у меня душа выходила из тела. Ну, может быть, максимум 2 минуты я был без тела. Понимаете, я ощутил вот эту необычайность, вот этого бытия без тела. И я уже не могу дождаться этого момента, когда я опять покину его. Это же мерзость. Просто неописуемая мерзость это тела. Я не достиг этого совершенства. Я человек страстный. Вот работа какая есть. Вот вы будете когда просто, ну, разговор зашел, то опять будут умирать о себе, говорит. Но как бы говорить? Скажите, переплетали когда-нибудь книги? Я переплетчик-реставратор старинных книг. Отдельную книгу в мешке только нес от старобрядцев. Не унести ее. Какая книга? Старинный метод, шнуровой. Я любое покажу. Я над одной книгой сидишь иногда неделю. Вот она, обыкновенная тетрадь, клеточку. Вот она какая. Вот она. А теперь это? Теперь вот она переплетенная. 280 листов, умножь на 2 страниц. Вот она как сделана, отпечатана. Это маленькая записная книжка. Ну, видно, как рука моя. А который в полный лист, сколько я их сделал. Переплел книг минимум 3000 томов. И, может, сотни переплетчиков взял. Там все бесплатно. Еще непонятно, что я азартный человек. Но учившись, я уже и вдруг не выпускаю ремесло. Непрерывно. Я люблю шить. И всю дорогу, когда ехали где-то, я что-то перешивал. Заплатки. То сиденья шью, то у ребят что-то оторвалось. Мне все интересно. Была дырка. Сейчас ее нет. Я ее зашил. Самое маленькое. Меня это радует. А вот ребята рядом, они слышат, как я разговариваю с голубятами. Я разговариваю как с тем, что мне дорого. Так нельзя разговаривать с птицей. Я захожу каждый день в голубятни, и Христос воскрес. Они голову на Бог смотрят. Ну, как вы тут живете? А вы знаете, что Бог над вами есть? Я им о Боге свидетельствую. Проповедую на голубятни. А когда время есть, и сто поклонщиков там. Уже полтора часа. А? Полтора часа уже. Все. Уходим, Сергей. Полтора часа. Все. С Богом. С Богом. Так. Я тебя никогда не спрашиваю, что роликами договорились. Ты записываешь себе, я себе. Даже не буду зря говорить. Не против, не против. Все равно я поставлю его. Он хороший у нас. У нас с тобой особо. Мне бы это... Мне это... Сейчас, секунду. Это надо... Мне бы вот ваш... Вот эта вот запись... В общем, ну... Как оно называется-то? Да, 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 да. Онлайн с компьютера. Вот это вот, да? Наклонись. Вот это. Нет, не то, что Володя. Не то, что Володя записывал, а то, которое в компьютере. Автозапись. Автозапись. Ваша автозапись. Автозапись. Ну, так что... Что я сделать? Поставить под замок для вас? Я даже не знаю. Вы ее можете сейчас? Могу, но у меня... Да нет. Вы ее... Вы... На заказчику не поставите ее? Я не могу поставить, потому что у меня идет в данный момент заказчика утреннего ролика часового. Отчет за предыдущий день. Когда сделаю, это примерно часа в три, я начну тогда заканчивать вам это... Часа в три, ладно? А как вы его снимете? А, как? Да никак просто. Я его открою на время, договоримся, какое время. А потом я его уберу. Я его как только под замок поставлю, дам вам знак. Вы скажете, я готов, я замок снимаю, вы его переписываете. А потом, как хотите, и все. Не надо. Не надо под замок. Вы сделаете ее, поставьте доступ по ссылке, и все. Там можно поставить доступ по ссылке. И мне ссылку дадите, я... Туда никто не зайдет, только я зайду и заберу его. Нет, я поставлю открытый, я не против. Пускай будет открытый, я совсем поставлю его. Я не люблю... Я в это время... Я в это время спать буду. А вот я и говорю, как только вы проснетесь, дадите мне сигнал, выставляй. И я снимаю замок, она выставлена. А это что там у меня там? Кошка залезла. Ага. Ну все тогда, да? На вас, если выходят мои, которые противники, вы утишьте их немножко. Скажи, время дорого. Это лето будет жаркое. Вам я не нужен совсем. Они на меня уже не выходят. Они меня тоже бесноватым называют. Ну, зря, конечно. Ну зачем это нужно-то? Скажите, что я на них ничего не имею. Прошу прощения, если обидел. Ну мало ли что. Простите, ради Христа. Я говорю вам, я на них, они на меня не выходят. Они меня тоже бесноватым. Они меня к покаянию призывают. Они говорят, что я от вас беса подхватил. Теперь я тоже бесноватый. Бесы-то что? Это какие-то вши-ногашники или что? Ну да. Это очень большие святые, если они знают и подхватывают. Без вашего ведома. Это, я не знаю, что у человека верующая защита от бесов. Во мне, Христу говорили, бес в тебе. Он говорит, беса во мне нет. Я что, отца моего, а вы бесчестите меня. Ответ один. Напрасно они так говорят. Не надо этого говорить. Это строгое изыскание за это будет. Они могут похулить Духа Святого. Вот что беда. Назвать бесом. Я отошел. Благодарю. Проси меня. Сейчас пост будет. Я у всех прошу прощения. Всех Богу. Во имя Иисуса Христа. Простите меня ради Христа. Да, и вы меня прощите. Аллилуйя. Прощаю всех. И вы меня простите. Я всех прощаю. И к старому возврату нет. Надо скорее работать. За мной не надо гоняться, потому что я слишком немощный. Пока они меня бьют, я уже в другом месте. Вот что сказать. Все, отошел. Отошел. Субтитры создал DimaTorzok Продолжение следует...